Если кажется, что я всегда ко всему подготовлен, то это объясняется тем, что раньше, чем что-либо предпринять, я долго размышлял уже прежде. Я предвидел то, что может произойти. Вовсе не гений внезапно и троинственно открывает мне, что именно мне должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными для других. Но мне открывает это мое размышление. Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в театре. Я просыпаюсь ночью, чтобы работать. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Согласно легендам, французский император Наполеон Бонапарт любил играть не только в шахматы, но и в шашки на досуге. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из красивых и эффектных шашечных комбинаций под названием «Удар Наполеона». Комбинация «Удар Наполеона» характерна скорее для стоклеточных шашек. Например, в такой позиции возможен удар Наполеона. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые отдают две шашки и пропускают черных в дамки. Затем отдают еще одну шашку, затем еще одну шашку и выбивают две важных черных шашки. И затем проводят свой финальный удар. То есть удар Наполеона, видите, у него такая интересная, замысловатая траектория. То есть белые проходят дамки и легко побеждают. Но удар Наполеона возможен и в русских и стоклеточных шашках. То есть возможно проведение удара Наполеона с правого фланга и также с левого фланга. Сперва рассмотрим комбинации с правого фланга. Например, в дебюте игра Петрова или игра по уголкам GH4, B5, FG3, CB6, EF4, DC5. То есть, видите, белые занимают один из уголков, черные повторяют хозы белых. Здесь белым надо меняться. Допустим, CB4, бой-бой, BC3, B5, CD2, DE7, GF2, AB6, FE3, BA7. Обе стороны ощетинились ударными колоннами, но белые занимают центр, CD4. Черная игра от АБ4 и здесь белые могут провести комбинацию удар Наполеона с правого фланга. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Отдаем две шашки, D5, затем отдаем еще одну шашку, затем проводим свой финальный удар. То есть, видите, вот эта вот знаменитая траектория, это удар Наполеона. Следующие позиции, CD4, DC5, BC3, CD6, CB4. Черные обычно меняются назад и возникает дебют отыгрыш. Но можно меняться и вперед. И возникает дебют отыгрыш с разменом вперед. После такого размена у белых небольшое преимущество, но черные здесь ставят белым коварные комбинационные ловушки, которые надо внимательно обходить. АБ2, FE5. Естественно, в этой позиции уже, видите, нельзя играть БЦ3, потому что черные проведут несложную комбинацию и выиграют. То есть, видите, начинаются ловушки, поэтому белым надо играть ЕД2. Тогда черные играют Б7 и белые играют Б5. Снова, видите, нельзя играть БЦ3, потому что будет опять та же самая комбинация. То есть, белым постоянно надо обходить вот эти вот ловушки черных. Б5. Черные меняются назад. Тогда белые нападают. Е4, черные закрываются. И белые играют FE3. Тогда играем БЦ7. И белые меняются вперед. ЖАР4. Снова, видите, нельзя было играть БЦ3 из-за несложной комбинации. То есть, отдаем одну шашку. Затем еще две. В итоге отдали три. Забираем четыре. Снова белым надо играть аккуратно. Они меняются вперед. За черные играют СБ6. Белые играют БЦ3. И черные играют БА5. Ну и здесь белые расслабились. Напали СД4. И черные провели комбинацию удар Наполеона. Ставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за черных. Играем АБ4. Затем БЦ3. Затем ДЕ5. И наносим удар Наполеона. Видите, характерная траектория удара. Следующие позиции. СД4, ФГ5. ДЦ3, ЖР4. СБ4, БА5. Черные нападают. Белым надо меняться. ДЦ5. Большего не видно. Черные играют ЖФ6. И белые и черные развивают свои сильные левые фланги. АБ2, ФГ5. БА3. Черные играют СБ6. Белые заняли центр. Но черные, видите, за счет неудачного расположения белой шашки А3, начинают охват центра белых. СД2. БЦ7. ЖФ4. АЖ7. Белые меняются. ФГ3. То есть, видите, еще и черные, получается, царскую шашку у белых выбили. Черные нападают. Надо закрываться. Черные еще раз нападают. И здесь белые проводят жертву шашки. ФГ5. Жертву принимать надо. Иначе черные проиграют. И белые занимают уголок. ЖФ4. То есть, здесь, несмотря на отсутствие шашки, у белых, в принципе, личная позиция. Черным надо играть аккуратно. Но в партии черные ошиблись и проиграли. ДЦ7. ФГ3. И здесь черные неосторожно напали. СД6. То есть, и белые блеснули комбинацией Наполеона. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Играем ЕФ4. Затем ДЕ5. Затем ФГ5. И наносим удар Наполеона. С выигрышем. Следующая позиция. ЕФ4. ФГ5. Дебют игра Шмульяна. ЦБ4. И черные играют БЦ5. Не давая разменов белым. Белые играют БА5. Система. Харьковского мастера Анатолия Ковришкина. Черные играют ЖФ6. ФЕ3. ФГ7. ЖХ4. И черные играют АБ6. Это вариант известного мастера Маркачева. То есть, вот такой вроде бы несуразный ход. Но на самом деле он ведет к преимуществу черных. Белым надо играть очень аккуратно. Белые играют АЖ3. И черные строят на своем правом фланге ударный кулак. БА7. Далее. ЖХ2. И черные меняют ФГ5. Белые играют СД2. Строят, видите, колоночку. И черные играют АЖ7. Ну и в партии белые неосторожно разменялись ФГ5. И после нападения ЖХ6 решили временно пожертвовать шашку. ЕФ2. Это уже проигрывает. То есть на ход ФЕ3 белые рассчитывали получить преимущество после, допустим, хода ЕФ6. Но в партии черные провели комбинацию удар Наполеона. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черным. Играем СБ4. То есть, видите, приходится бить. Ну, либо назад. Сюда. Если белые бьют шашкой А5 на С3, тогда проводим удар таким образом. Отдаем шашку. Затем еще одну. И затем, видите, удар Наполеона. Мы побеждаем. Если же белые бьют в другую сторону, допустим, бьют сюда на поле Ж5, тогда играем ДЦ5, затем ЕД4, затем СБ4. И также проводим удар Наполеона. Сейчас рассмотрим комбинации Наполеона. Удар Наполеона уже с левого фланга. То есть это все были комбинации с правого фланга. СД4, ФЕ5. Дебют, гибельное начало. Или игра Романычева. Но черные бьют не в центр, что плохо. А ну, голок. Ну, и здесь уже черные постепенно могут уравнять игру. Далее, возможно, БЦ3, ФЕ7. СД4. Белые занимают центр, черные начинают его охват. Б5. АБ2. Черные меняются. АБ4. Ну, и здесь, конечно, правильно играть БЦ3. Но белые, если играют БЦ3, очень часто делают начинающий такой слабый ход. Тогда мы уже меняемся СД6. Ну, и на ход ЖФ4 играем уже АБ6. Далее, возможно, ДЦ3. Бой-бой. Мы играем ЕД6. И на ход СБ2 играем ЖФ4. Ну, и здесь уже окончательно проигрывает ход СБ4. По-моему, ничья еще была после хода ДЕ5. А вот здесь уже ничей нет. Мы проводим комбинацию удар Наполеона. Попытайтесь найти выигрыш самостоятельно. Удар уже будет с левого фланга. Играем АЖ3. Затем БЦ5. Затем ДЕ5. Затем АЖ5. И, видите, вот такая характерная траектория удара Наполеона. Тут она даже немножко длиннее. Видите, цепочка удара. Следующая комбинация. ЕФ4, БА5. ТЕ3, ДЦ5. Мне ее показал гроссмейстер Евгений Кондраченко. Кстати, хочу выразить благодарность международному гроссмейстеру Евгению Кондраченко за подборочку этих комбинаций. Это все он, друзья, показал мне. То есть в партии его соперник, тоже международный гроссмейстер, все-таки не попался на комбинацию. Но здесь возможны ловушки АБ2, ДД6, БЦ3, КБ6, ЖА4. Черные нападают ФЕ5 и белые ощетинивают ударными колоннами СД2. Черные играют БА5. Ну и в партии соперник правильно разменялся ФЖ5. А вот ход СД4 красиво проигрывал. Кстати, здесь комбинация очень напоминает комбинацию из дебюта отыгрыш вперед. Мы ее с вами сегодня уже видели. Играем АБ4, затем БЦ3, затем ДЕ5 и затем АЖ5. Срубаем 4 шашки соперника. Ну и выясняется, что черные побеждают за счет рожна на поле С3. То есть шашек поровну, но шашка рожжен на поле С3 по силе равна двум шашкам. Поэтому черные побеждают. Следующая комбинация знаменитого ленинградского шашиста Бориса Розенфельда. Ну и гроссмейстер Вениамин Городецкий, известный популяризатор шашечной игры, создал ретроанализ в 1980 году. То есть подвел из партии, возможно, комбинация Бориса Розенфельда. Ну может быть не сильнейшие ходы, но тем не менее комбинация, возможно, из партии. Смотрите, СБ4, БЦ5, БЦ3, ФЕ5, ДЕФ4, ЖФ6. Дебют обратная городская партия, Б5. Ну и здесь черные делают не сильнейший, конечно, ход СД4. Белые делают также не сильнейший ход ДЕ3. Ну это не теория, это просто анализ возможного положения, из которого может получиться комбинация Бориса Розенфельда. Далее АБ6, СБ4, БЦ5, ЖФ4, бой-бой. Черные напали, занимают центр, белые его окружают. Ну и на ход ЕФ6 белые играют ЕД2, сдвигают старскую шашку. И на нападение ЕД4 меняется вперед именно. Черная игра ДЕ7, также сдвигая царскую шашку. Белая игра ДЦ3. То есть хотят два раза напасть с поля Д4, видите, и выиграть эту партию. Но в данной позиции черные могут провести просто разгромную комбинацию, великолепная комбинация от Бориса Розенфельда. Ставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится, комбинация очень сложная. Здесь идет неожиданный ход ФЖ7, именно таким образом. Ну и на ход СД4 неожиданно играем СБ6. Далее играем ЕД6 и у белых есть два варианта ответа. Если они бьют, допустим, на С7, тогда бьем вперед. И здесь проводим удар Наполеона. То есть видите, характерная траектория для удара. Ну и здесь белые проигрывают партию. Здесь уже сами разберитесь. Если же после хода ЕД6 белые бьют, допустим, на поле Б6, тогда бьем две шашки и затем также проводим удар Наполеона. С выигрышем. Ну здесь вообще никаких проблем. Ну и заключительная комбинация на сегодня, она, конечно, невозможна из практической партии. Это концовка гроссмейстера Вениамина Городецкого. То есть он думал, как максимально наставить шашек на доску и провести вот такой грандиозный удар. Максимально возможная идея удара Наполеона. Ставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Комбинация тоже сложная, многоходовая. Как говорится, если ничего не получится у вас, не расстраивайтесь сильно. Ну смотрим решение. ЦБ6. Отдаем одну шашку. Затем играем ЕД4. Затем играем ЦБ2. Попускаем черных гамм. Затем проводим размины и полностью разбиваем позицию черных. То есть играем здесь уже ЕД2, точный код. Ну и после размена ЦБ6, здесь уже мы видим как раз траекторию удара Наполеона. Играем АБ4. И вот он удар Наполеона собственной персоной. Бьем дамку и 5 шашек, 4, да, 4 шашки соперника. Ну и выясняется, что эта позиция выигранная. То есть несмотря на огромный материальный перевес у черных, у них 4 шашки, а у белых всего 2 единицы. Черные проигрывают. То есть видите, например, на ход до Е5 мы уже просто нападем. И выиграем таким образом. То есть видите, тут проигрыш. Если же черные играют, допустим, ДЦ5, тогда играем АБ2. Ну и на ход СД4 здесь еще выигрыш не так прост. Хочу до конца его показать. Смотрите, нападаем сзади. И черным надо отдавать шашку. Белые, допустим, бьют на поле Ф2. И черные играют АЖ5. То есть видите, не дают кода ФЖ3 из-за того, что дамка белых попадется в петлю. Но у белых здесь выигрыш. Нападаем. Надо отходить. И занимаем пункт Ф4. Черным надо жертвовать шашку, иначе их шашки будут обрезаны по двойнику. И черные еще бегут в дамки. Пытаются, по крайней мере, это сделать. Но белые предусмотрительно переводят дамку на поле Ж1. И здесь уже выигрыш белых несомненный. Черные все-таки прорываются в дамки. Но белые ловят эту дамку и побеждают. Друзья, внимательно думайте над каждым своим ходом, не только в шашках, но и в жизни. Думайте. Мне хочется закончить это видео словами известного полководца, под руководством которого французские войска были изгнаны из пределов России. «Лучше быть слишком осторожным, нежели оплошным и обманутым». Так говорил Михаил Иларионович Кутузов. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.